Кто сказал, что электромонтажник – не женская профессия? К чемпионату Кристина Егорова начала готовиться еще весной. И долгие кропотливые занятия не прошли даром. Среди конкурсантов Кристина была единственной девушкой. Одни смотрели на нее удивленно, другие – с долей скептицизма. Но это ее мало волновало. На региональном этапе девушке удалось завоевать первое место в номинации «Электромонтаж». Конкурсное задание состояло из того, что необходимо было создать установку на четырех панелях – это освещение, управление освещением с помощью логического контроллера и собрать силовую схему – это управление двумя двигателями. Студенты политехнического техникума стали победителями еще в одной номинации – обработка листового металла. Уже трижды в этой номинации ребята пробовали свои силы, но до этого становились призерами. Конкурсное задание Владимиру Горняеву было известно заранее, и ему нужно было сделать мангал. На выполнение организаторы отводили 17 часов. Чемпионат проходился в три дня. В первый день мы ознакомливались, в первый день у нас проводился первый модуль, во второй день – второй модуль, в третий день – третий модуль. В первом модуле был маленький мангальчик, во второй день была кабина, топка, в третий день была флюгарка, которая одевается на мангал. Теперь финалисты будут готовиться к следующему этапу чемпионата. На этом награды студентов не закончились. Сергей Николаев стал призером чемпионата, заняв второе место в номинации «Инженерный дизайн-кат». Конкуренция была серьезной. Ежедневно ребята проводили за экранами своих мониторов по шесть часов. Проходил этот конкурс в Нижнем Новгороде, в радиотехническом колледже. Конкурс сам проходил три дня, каждый день выдавался новый модуль. В этом модуле было несколько подсборок, основных сборок, и мы непосредственно проектировали по данным чертежам. Число участников от Сарова в этом чемпионате растет год от года. В этот раз воспитанник 10-й школы в Junior Skills стал призером номинации «Обработка листового металла». Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.